Здравствуйте, друзья! Здесь Демитков Юрий. Недавно я снял видео о торговле с плечом и, к сожалению, были люди, которые не совсем понимают, может быть, что такое торговля с плечом, поэтому я сейчас хочу наглядно показать, что же такое торговля с плечом, чем она хороша и какие здесь есть риски. Итак, смотрите, что такое торговля с плечом. Предположим, что у вас есть какой-то на депозите объем средств, который вы можете вложить в какой-то актив, инвестировать. И вот этот такой объем средств, вот он, смотрите, вот сейчас эта линия горизонтальна, вот она, предположим, так. И смотрите, если вы вкладываете ее на депозит, то что получается, там через год у вас будет вот какая-то такая сумма. Вот. А если вы вложили более выгодно, то у вас получается вот такая сумма. Ну, это, скажем, ну, это через год, 6% годовых. Ну, или, например, я могу сказать так, что вот вы вложили, и вот через год вот такая сумма. Вот. Но при этом, смотрите, вот на коротком периоде, насколько она увеличилась? Она увеличилась намного меньше. Значит, вот здесь вы видите, что примерно одна треть периода, если 6% годовых, то, соответственно, год, 12 делим, то через 4 месяца у вас будет плюс 2% всего на депозите. Понятно, да? Вот. И, конечно, сравнивать надо с депозитом, с доходностью депозита. И мы, если мы инвестируем, то получается, что у нас вот за полгода, значит, ну, поднялось, ну, так сказать, на какое-то величину, ну, вот, скажем, 2%, да? Немного. Вот. Но если мы ищем инвестиции, вы видите постоянно в новостях, что акции там выросли там на 5% буквально там за один день или за месяц. И вы видели, что это возможно регулярно. Ну, в частности, например, на дивидендном ралли я вот ожидаю роста акций, то есть вероятность этого большая. Но сразу предупреждаю, что на фондовом рынке всегда есть риски, и поэтому, когда мы рассчитываем, то мы должны оценивать эти риски. Но вот есть буквально вот огромная уверенность, что акции вырастут, и акции вырастут не там вот настолько вот, да, а вот настолько. Поэтому здесь надо предвидеть на самом деле такие ситуации и надо их искать. И если мы находим такую ситуацию, когда мы смотрим, что за какой-то вот один день акции вырастут на 7%, то если мы вкладываем свои деньги, то мы получаем вот такую прибыль. Вот такую, да, небольшую прибыль. А теперь что такое торговля с плечом? Например, если я нашел, ну, если я вижу, что вот акция вырастет, например, на 5%, и если я вкладываю в этот актив 100 тысяч рублей, и вот он через там две недели, через там, ну, или через месяц, давайте рассматривать месяц, через месяц этот актив вырос на 5%. Сколько у меня? У меня 105 тысяч рублей. Это нетрудно посчитать, не так ли? Вот. А это если я вложил 100 тысяч рублей, а если я вложил 400, например, тысяч рублей в 4 раза больше, то понятно, что у меня будет сколько? В 4 раза больше прибыль. Ну, это же очевидно, правильно? То есть у меня будет 5-4, 20, плюс 20 тысяч, то есть 420 тысяч, если я вложил свои деньги. А теперь смотрите, что такое плечо. Если я вижу, что какой-то актив вырастет на 5%, то почему бы мне не вложить туда 400 тысяч? Но у меня их нет. И вот здесь возникает как раз такая ситуация, когда если я могу вложить 400 тысяч, то я могу их взять в кредит, эти деньги. Если у меня есть, скажем, ну, я грубо говорю, грубо, смотрите, 100 тысяч рублей, и я хочу получить как можно больше прибыли, то я могу вложить 400 тысяч, 100 тысяч будет мои, например, да? И 300 тысяч я взял в долг. Что получится? Я получу прибыль с 400 тысяч, то есть 20 тысяч рублей. Ну, вот в данном конкретном случае 20 тысяч рублей я получу прибыль с 400 тысяч. А денег-то у меня было 100 тысяч. И получается, что вложив, ну, то есть имея всего 100 тысяч рублей за месяц, я сделал не 5%, а 20%. То есть я получил прибыль 20 тысяч рублей. Но это, возможно, вполне допустимо. И откуда я возьму эти деньги в кредит? Кто мне даст? Вот брокер на фондовом рынке абсолютно железно дает такие деньги. То есть это называется кредитное плечо. Почему это называется плечо? Смотрите, вы все знаете, проходили в школе, что такое рычаг. Рычаг – это когда вот, ну, что-то мы поднимаем при помощи рычага, и там есть плечо. Или известны, так сказать, варианты весы безмен типа, да? Там тоже, так сказать, плечо. Значит, один там, ну, например, к 10, да? То есть одно плечо вот такое, другое вот такое. Поэтому здесь маленький грузик привешиваем, и он уравновешивает груз, сколько там, намного больше. Как выглядит плечо на фондовом рынке? Ну вот, вот смотрите, помните, да, что вот был 100 рублей, 100 тысяч рублей. Вот поднялось, вот столько стало, да? А теперь кредит. Вот моя палочка. Вот я взял кредит. Ну сколько здесь? Вот в три раза больше вы видите, чем мое плечо. Теперь смотрите, вот это мои деньги, а вот это деньги с учетом кредита. Вот они выросли ровно на столько. Вы видите, насколько выросла сумма моя кратно плечо? Вот что значит плечо. В чем проблема? Ну, проблема в том, что ничего не бывает бесплатно, за кредит берут проценты. И кредитное плечо, значит, в кредит дает брокер, в частности, открытие брокера, вот по тарифу универсальной, я считал 16 целых, там, насколько я помню, 0,4% годовых. То есть я за кредит плачу. И я вот в том видео, которое, ссылку сейчас вы видите на него, значок, и я показал, что кредит нельзя брать надолго, потому что капает каждый день. Из расчета 16% годовых. А вот этот вот рост, он не будет долго. И поэтому, значит, смотрите, кредит дается автоматически. И в чем здесь проблема может быть? Давайте я уберу уже реквизит. А проблема в следующем. Деньги начисляются каждый день, а вот рост, он локальный. Поэтому, если у вас есть такая ситуация, что актив должен вырасти в течение очень короткого промежутка времени, и чем короче этот промежуток будет, тем выгоднее будет взять кредит. Вот именно об этом было то самое видео, ссылку на которое вы видите, вот на зачоке, если нажмете. То есть, когда я рассказывал про кредитное плечо, я там формулы соответствующие сделал, что каждый день, сколько мы теряем каждый день, и для этого надо рассчитывать. То есть, на какое количество дней мы берем вот этот самый кредит. Вот именно об этом шла речь. Это первое. И второе, значит, чисто моя ситуация, которую я сделал. Ну, я там показал свой портфель. У меня куплены активы. Они вложены, они инвестированы, они точно приносят прибыль. Потому что среди активов есть валютная облигация, то есть, евробонд Россия-28, которая дает там 4 с чем-то процента годовых. 4, по-моему, 67, что ли. Вот. Еще один евробонд куплен. Это Веб-23 тоже в валюте дает очень хорошую доходность. И там есть пакет из нескольких акций, там еще тысяч там на 200, которые тоже, в общем сказать, я ожидаю роста. И для того, чтобы купить вот я... А тут я смотрю, блин, дивидендное ралли, я считаю, что акции вырастут через месяц там с небольшим. Поэтому я взял вот... У меня какие два варианта? Есть вариант продать все, что есть, при этом потерять на комиссиях, потерять, ну, те доходности, которые приносят вот те активы, которые инвестированы. Потом, значит, вложить их в Сургут нефтегаз привилегированные, дождаться дивидендного ралли, зафиксировать прибыль, значит, и продать и снова на комиссиях потерять, потому что снова надо инвестировать в те же самые средства. А есть второй вариант взять в кредит. И здесь я уже рассчитываю просто количество дней, на которые я взял кредит. Я посчитал, что там получилось... За кредит я заплачу 1,6% всего, вот. А если я получу, скажем, больше, чем 1,6%, то, соответственно, я уже оказываюсь в плюсе. И именно поэтому вот я говорю, что, значит, вот он у меня, да, с кредитом. Теперь дальше. В чем, почему все люди говорят, что кредитное плечо – это опасно, и это прямой путь к разорению? А вот почему. Смотрите. Когда мы взяли кредит, и мы-то рассчитываем, что наш актив вырастет, и мы получим... Вот мы здесь наши средства. Вот оно плечо. Мы рассчитываем, что все вырастет, и мы получим прибыль. Но фондовый рынок, он такой, что актив может не только вырасти, да, но и упасть. И если он упал вот здесь на 2%, а у вас кредит взят 1 к... Ну, в данном случае сколько? 1 к 3, да? То ваш депозит упадет пропорционально плечу. То же самое. То есть не только прибыли мы увеличиваем, но кредитное плечо увеличивает и убытки. И об этом никогда не надо забывать. Это во-первых. А во-вторых, давайте вспомним, что когда мы берем кредит, мы однозначно берем его под проценты, и у нас однозначно есть нисходящий тренд. Поэтому все трейдеры говорят, что ребята, не суетитесь, не берите плечо, и я с ними абсолютно солидарен. То есть самая лучшая стратегия инвестирования это инвестирование на долго, но почему бы не инвестировать на короткий период с плечом, но важно помнить, что это должен быть, во-первых, короткий период, а во-вторых, всегда необходимо контролировать риски и следить за то, чтобы вы не остались в этом кредите, потому что это нисходящий тренд. Ну, пример я могу рассказать про свою любимую дочь, которая, ну, просто взяла доллары, значит, сколько там, два года назад она купила доллары, и, ну, так сказать, ну, если у тебя есть там, например, там 100 или 200 тысяч рублей, ты можешь купить доллары, ну, так сказать, там с плечом, например, там сколько, один там к трем или к четырем, я не помню уже, вот, она не собиралась покупать с плечом, она просто купила там, есть возможность там, ну, округлила слегка, и она купила там, ну, сколько там, на 10 тысяч рублей, по-моему, там она влезла в кредит, что ли там, или, ну, что-то такое, в таком духе, да, и она смотрит, так сказать, там через полгода, как-то, ну, доллар не рос в этом при этом, доллар абсолютно стоит на месте, значит, а у нее, значит, на счете, значит, так плавненькое, такое снижение, очень плавненькое, вот, со скоростью 16,4% годовых, вот, и она у меня спрашивает, почему деньги снижаются, вот она пришла ко мне, я посмотрел, говорю, слушай, ну, у тебя кредит там 10 тысяч рублей, он тебе надо или нет? Нет, конечно, вот, и, ну, нам пришлось зайти в терминал КВИК, я ей показал, где надо смотреть, она не знала абсолютно, просто по незнанию взяла и купила, вот, по незнанию, кредит брокер дает автоматически, у вас есть там возможность купить, вот, и вот эти ошибки, они наиболее часто встречающиеся у начинающих трейдеров, это самая печальная вещь, на самом деле, когда трейдер просто вот, ну, по незнанию просто берет, входит в кредит, и он этого не знает, он этого не замечает, а кредит существует, и денежки потихонечку уменьшаются, поэтому для того, чтобы, ну, во-первых, все советуют, и все боятся кредитов, они почему-то говорят, что, как, вот, сказать, вот, можно ли отрубить эту возможность, да, можно отключить эту возможность, да, надо всегда следить, есть у вас кредит или нет, поэтому, поэтому, курс биржа для чайников, то есть, я прямо вот, ну, для тех, кто закончил, или кто обучается, они говорят, слушайте, ну, вот, у меня есть подозрение, что у меня есть плечо, что я взял в кредит, что делать, что делать вообще, ну, здесь такие ситуации, когда есть вероятность потери, я немедленно связываюсь с человеком, прямо вот в онлайне, подключаюсь к человеку, смотрю на его конкретную ситуацию, он показывает мне свой экран, и я смотрю, говорю, слушайте, ну, вот у вас есть кредит, и у вас есть, как бы, платежи, давайте, как вы считаете, надо это закрыть или нет, и где поставить, поэтому здесь у меня, ну, то есть я помогаю человеку исправить вот эту ситуацию обязательно, поэтому, ну, это важно, это нужно, и чтобы не потерять, просто надо иметь опыт, я поэтому вот именно этим занимаюсь, и я всем рекомендую купить курс «Биржа для чайников», чтобы не допускать тех ошибок, которые делают люди, начинающие, по просто незнанию, и на этом люди теряют, деньги, а здесь вы за небольшую сумму, ну, получаете, ну, во-первых, вы знаете уже, на чем чаще всего теряют, так сказать, наиболее вероятно, и с другой стороны, ну, опять же, помощь в онлайне, потому что те люди, которые закончили, они остаются со мной на связи, и я помогаю людям, просто вот, так сказать, если есть вопросы, то я не бросаю, у нас есть чат, мы общаемся, и мы можем просто вот, ну, связаться и помочь, поэтому, друзья мои, вы видите ссылочку, на demetkov.ur.com, и, значит, там, если вы нажмете, или там, если вы нажмете на значок «И», то там выскочит меню, там есть биржа для чайников, пожалуйста, подключайтесь, чтобы не допускать вот этих ошибок, а торговля с плечами, ее надо просто знать, потому что бывают ситуации, когда все вообще меняется, и вот тут торговля с плечом позволяет просто за буквально там пару недель удвоить свой депозит, и это очень здорово. Ну, просто надо владеть этим инструментом, как инструментом, надо понимать, как он работает, все его механизмы, и надо понимать, что иногда это может принести огромную-огромную прибыль. Ну, я надеюсь, что это видео было полезно. Еще раз предлагаю вернуться к тому видео, которое было по торговле с плечом, и пересмотреть то, о чем я говорил, там цифры и формулы, как все это рассчитывается. А на сегодня все. Спасибо за внимание. Поставьте, пожалуйста, лайк, и напишите, что вы думаете по этому поводу, а сейчас до встречи. Спасибо. С вами был Демитков Юрий.